Иркутская художественная муза связана с именами известных еврейских купцов, архитекторов и коллекционеров. С 1920 года музей располагался в зданиях Лейба-Мерецкого, с 1924 года – Исайя Файнберга, а с 1973 года и по настоящее время музей находится в здании, построенном по проекту архитектора Давидом Магидея. Полноценная еврейская община со всеми ее основными атрибутами кладбищем, аллельным домом и миньяном сформировалась в Иркутске к середине XIX века. После крупного пожара 1878 года город начинает отстраиваться заново. Именно в это время, в 1882 году, евреи строят прекрасную двухэтажную каменную синагогу, которая тут же становится хоральной. Позже, в 1901 году, было выстроено еврейское училище. После этого пожара город преобразился полностью в плане архитектуры, в плане застройки. Город приобрел гораздо более, ну даже не побоимся этого слова, более столичный вид. В два последних десятилетия XIX века на центральных улицах города открываются большие еврейские магазины оптово-розничной торговли. Торгуют всем – галантерей, готовым платьем, бельем, ювелирными изделиями, парфюмерными товарами. Уже к 1913 году евреи составляли абсолютное большинство в Иркутском купечестве. В это время всего в городе насчитывалось 148 купцов Первой и Второй гильдии. Среди них евреев было 84 человека, в частности, купцов Первой гильдии – 17, а купцов Второй гильдии – 67. В 1907 году в только что отстроенном доходном доме Семена Николаевича Родионова открывается самый современный магазин Иркутска, магазин готового платья Лейбы Мерецкого. Возведенный дом так и вошел в историю, как магазин Мерецкого по имени главного его арендатора. В этом доме мы имеем синтез искусств, как архитектуры, архитектуры объемно-планировочного решения, так и скульптуры, и монументальной живописи. В 1920 году иркутскому художнику Константину Иннокентьевичу Померанцеву и музейному работнику Константину Константиновичу Пантелееву поручено произвести опись картинной галереи имени Сукачева. Все собрание картин было передано научному музею бывшего географического общества. Весной 2020 года все ее собрание было перевезено в бывший торговый дом имени Мерецкого по улице Пестеревской, сейчас это улица Урицкого, где был открыт филиал музея. Экспозиция разместилась на втором этаже дома Мерецкого. В 1901 году достраивается одна из первых в Иркутске и самая крупная в городе аптека купца Моисея Григорьевича Писаревского. В 1902 году доходный дом купца первой гильдии Исая Матвеевича Фаенберга. В этом доме сначала находилось управление по строительству Кругобайкальской железной дороги, а с 1906 года штаб Иркутского военного округа. В 1924 году в дом Исая Фаенберга переезжает картинная галерея. В 1936 году галерея выделена в самостоятельное учреждение, художественный музей, и с этого времени коллекция систематически и планомерно пополняется новыми произведениями искусства. В связи с большим притоком новых экспонатов, остров стал вопрос о выделении музея нового помещения. В 1951 году удалось решить эту задачу. Музею выделено новое помещение в самом центре города на улице Карла Маркса, 23. Это здание было построено в конце 19 века. До 1906 года на первом этаже одного из домов по улице Большой находился магазин серебряных, золотых и бриллиантовых изделий купца Рафаила Григорьевича Рафельзона. Сейчас в этом здании находится отдел Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея. После длительного ремонта и приспособления здания под музей, 1 мая 1952 года Иркутский художественный музей был открыт для посетителей. В 1905 году создана специальная комиссия по возведению нового здания новой Иркутской губернской гимназии. Автор проекта – Давид Рафаилович Магидей. В начале сентября 1907 года после торжественного освещения в новых помещениях начались занятия. А после 1914 года здание передавалось различным образовательным организациям. И только в 1973 году здание было передано Иркутскому художественному музею. Иркутский областной художественный музей обладает ценной коллекцией произведений изобразительного искусства, подаренной Минеем Яковлевичем Лейбовичем. Известный общественный деятель Сибири, один из организаторов художественных выставок в Сорго, Иркутского общества художников, выставок из городов Сибири и Петрограда, зарубежных выставок, он был библиофилом, и его библиотека насчитывает более 5000 книг знатоком и страстным любителем искусства. Обладая прекрасным собранием художников рубежа XIX – начала XX веков, Минеем Яковлевич с 1921 по 1930 год, первый из владельцев личных коллекций Иркутска, безвозмездно передал музею около 50 картин – акварелей, пастелей и рисунков русских и иностранных мастеров. Произведениями современных ему художников в своем собирательстве он всегда отдавал предпочтение. И неудивительно, что коллекция объединила прекрасные работы известных русских художников, таких как Авилов, Белый, Якименко. В ней есть чудесные акварели Сомова, Добужинского, Борисова-Мусатова, замечательная пастель Ильи Ефимыча Репина, живописцев Италии и Франции. После революции Минеем Яковлевич Лейбович работал почтовым служащим и умер в 1938 году в Иркутске, похоронен на старом еврейском кладбище. В Иркутском художественном музее хранятся произведения известных еврейских скульпторов, живописцев и графиков. Среди них Марк Антокольский, Александр Тышлер, Давид Штеренберг, Георгий Леви, Михаил Левинсон, Давид Бурлюк. Портрет моего дяди, Давида Бурлюка, в собрании Иркутского областного художественного музея. Жемчужина коллекции. Портрет моего дяди – наглядная иллюстрация идей футуризма и кубизма, активно декларировавшихся и продвигавшихся Давидом Бурлюком в своих манифестах. В 1992 году в Иркутский областной художественный музей поступила великолепная коллекция, владельческая личная коллекция, библиотека Бориса Михайловича Кербеля, видного сибирского архитектора, главного архитектора города Иркутска с 1944 по 1970 год. В библиотеке художественного музея была сформирована владельческая личная коллекция, которая называется «Библиотека Бориса Михайловича Кербеля». Объем этой коллекции составляет около 700 экземпляров. Печатных изданий за 1854-1985 годы. В коллекции Кербеля среди многих уникальных экземпляров книг хранится издание «Священные книги Ветхого Завета» в переводе с еврейского текста, в которой написано «Для употребления евреями» пятикнижья Моисеева. Издание это британского и иностранного библейского общества, которое находилось в городе Вена. В библиотечном фонде Иркутского художественного музея сегодня имеется еще и «Тора», выпущенная в 2018 году. Эта книга сразу после своего выхода из печати стала библиографической редкостью, поскольку издана она в 500 экземплярах. В наших залах совсем недавно прошла выставка иллюстраций «Ктори» Михаила Яхилевича и Эллы Бышевской. В 2019 году Михаил Яхилевич подарил музею свою живописную работу «Симхат Тара». Таким образом фонды музея продолжают пополняться. В 2019 году в издательстве Иркутского технического университета вышел сборник еврейского фольклора «Сказки забытого Равина». Весь фольклор, вошедший в книгу, был собран и записан более ста лет назад казенным Равином Иркутска фольклористом Соломоном Бейлиным. Книга прекрасно иллюстрирована известным художником Игорем Шершковым. Именно поэтому первая презентация книги прошла в стенах Иркутского художественного музея вместе с открытием одноименной выставки. В планах музея продолжить работу по изучению владельческих коллекций и издание каталогов собрания Бориса Кербеля, Минея Лебовича. Задача музея – организовать и провести выставки подаренных нам произведений. Таким образом, музей продолжит системную работу по введению в научный оборот тематических коллекций. Музыка 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 Музыка